Здравствуйте, уважаемые зрители! Это очередное видео об органическом земледелии. И мы поговорим о том, чем закончилась весна на юге Украины в 2020 году, а также как с помощью раствора дегтярного мыла можно успешно бороться с трёй на деревьях и других растениях. Как вы помните из прошлого ролика, начало и середина весны были холодными и засушиваниями. Но обещанные дожди пошли, и даже в таких количествах, которых не ожидали. В мае выпало очень много дождей, и как вы видите сейчас, что земля до сих пор мокрая, хотя дождика сегодня не было, и было солнышко, и она успела подсохнуть. И второй вопрос, который бы хотелось затронуть, это борьба с трёй. В этом году её меньше, чем в прошлом. Об этом можно узнать из передного моего ролика. Но, тем не менее, она присутствует. Ну и как я говорил, вы, наверное, заметили, что больше всего она поразит. Деревья молодые, он видно по заворачивающейся лесу. Вот здесь в том числе, вот видно здесь. Как мы боролись в прошлом году, то в этом месте, где возле штамба, можно наклеить клейкую ленту от мув. Знаете, такая подают? И тогда муравьи не будут лазить по столу, как они лазят здесь сейчас. Мы будем бороться с ней в два этапа. Первый этап, это будет проводиться пинцированно. То есть будем обрезать те ветви, которые поражены клёй, но которые, по сути, на деревьях не нужны. К примеру, возьмём эта веточка. Вы здесь видите, она поражена клёй. И она растёт с самого низа. Она будет постоянно в тени, поэтому она здесь не нужна. Это ведь идёт вертикально, мы видим. Она здесь вертикально ни к чему. Мы её тоже удаляем. Тоже хотел бы показать на примере этого дерева. То есть видим, ветка у нас поражена клёй. Идёт она по направлению к внутрь дерева. Она здесь, по большому счёту, не нужна. Убираем. Эту убираем тоже. Смотрим здесь. Тоже идёт веточка, вот эта. Поражена клёй. Он по закрученной листочке. Идёт слишком низкий наклон. И она находится в тени. Её тоже убираем. Здесь низкий угол отхождения. Поэтому её нет смысла держать, поскольку она будет, во-первых, мешать проходу вокруг дерева. И, во-вторых, обломается. Потому что не будет упора. Нету 45 градусов. Ну и таким образом мы берём и обрезаем все ветви, которые нам не нужны, чтобы на них не расходовать. После того, как удалили ветви поражённой клёй, готовим раствор дегтярного мыла. Он готовится очень просто. Кусок твёрдого мыла можно натереть на любой крупной тёрке. На данный момент я сделала пол куска дегтярного мыла. Вот вы видите здесь. И сейчас мы его жовьём горячей водой. Он должен постоять. Как вы видите, раствор стал однородным. Всего лишь прошло 7 минут. Теперь мы можем его добавить в воду. Около 5 литров холодной воды. Возмешиваем дополнительным. Примерно температура должна быть около 40 градусов. Можно добавить ещё. Почему? Мыло снова начнёт застывать. В составе есть такие вещества, которые спешатся в быстром застывании. Поэтому вода должна быть приятной, тёплой водой. Почему? Потому что сейчас мы её зальём в опрустыватель. И он заберёт на себя часть температуры. Дрыхать нужно в тёплом виде, чтобы у него не ловились планочки в опрустыватель. Тихонечку небольшим мотором прослеживаем. Всё нужно делать, пока водичка тёплая. Если раствор вот так вот в ведре, он остынет, он начнёт загустать. Поэтому можно добавлять горячей воды. Концентрация мыла не должна быть сильно густой. Почему? Потому что хватает довольно небольшой концентрации. В прошлом году мы одним куском мыла обрызгали несколько раз весь сад. То есть мы разбавляли раствор. И у нас был довольно неплохой урожай. Все плодовые деревья проплодоносы. Сейчас будем производить опрыскивание. Как вы видите, здесь вчера проходило опрыскивание на некоторых листьях. Видимо, уже я умерла или нет. Поэтому сегодня мы будем стараться попадать на филиси, на которые вчера не попал раствор. Они, конечно, закручены. Это довольно сложно, но возможно. Начинаем опрыскивание. Молодая черешенка очень пострадала от ки. Да, любит почему-то черешню. Вот сейчас мы её обрызгаем. Уже удавили ветви давно. И сейчас на оставшиеся здоровые ветви мы наносим в тёплом виде раствор. Почему дифтярное мыло? Потому что в нём есть смолы, которые безопасно, но в то же время эффективно работают по плодовым деревьям. Так как мы занимаемся органическим земледелием, мы не хотим использовать химические растворы. И они в то же время не настолько эффективны, как представляется в рекламе. Поэтому очень успешно, в зависимости от поражения дерева твой, мы опрыскиваем один, два, три раза. В прошлом году пришлось опрыскивать три или четыре раза весь сад. Продолжение следует...